В детском саду Жемчужинка ветеранов встретили песнями и танцами. В концертной программе принимали участие не только малыши, но и воспитатели, родители и бывшие воспитанники учреждения. В каждый номер вложена частичка души артистов. Каждый для себя выбирал самостоятельный номер, придумывал, разрабатывал, делал атрибуты, а потом воедино сделали в единый сценарий. Мне кажется, для ветеранов это было интересно, потому что наши номера чередовались детские и взрослые. Можно было посмотреть и на взрослых, и на детей. Также использовались и сценки, и песни, и танцы, и красивые произведения, сочиненные в Великой Отечественной войне. Юные артисты волновались выступать перед участниками Великой Отечественной почетной миссии. Здесь нет права на ошибку. Когда на гимнастике я выступаю, я там, ну, выполняю свою программу, а вот тут я могу показать себя, выступить с душой. Графику ветеранов плотной. В преддверии Дня Победы все расписано по минутам. Встреча с президентом Российской Федерации, руководством региона, муниципалитета. Но, несмотря на это, они находят время на то, чтобы прийти в гости к малышам и пообщаться с ними, рассказать о тяжелом военном времени. Молодое поколение хранят традиции старшего, значит, дедов своих, отцов, братьев и являются истинными патриотами нашей государства. Ребята внимательно слушали рассказ. Константин Сергеевич прошел всю войну, был участником первого парада Победы. Этот великий день он помнит в мельчайших подробностях. Я горжусь до сего времени, что мне такая честь была предоставлена, потому что все практически участники войны были достойны. Но команда у него была виднее, значит, кто отбирались наиболее достойные. Ребята приготовили гостям подарки, сделанные своими руками. Подобные встречи проходят регулярно в дошкольном учреждении. Но в канун Великой Победы минуты общения с героями того времени особенно важны для каждого мальчишки и девчонки. Это память о подвиге русского солдата, защищавшего ценой собственной жизни родную землю. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.